Участок улицы Пластунская, о которой идет речь, хорошо знаком всем автолюбителям. Это отрезок в районе ГАИ. Вдоль дороги более 80 домов. И стойкий запах стучных вод сами в воду тут же в трубах и ливневках. Мы сами хотим. Уже запах. Невозможно стоять около вороты. Дети наши не могут играть. У меня правнучки 3 года, младшие 1,5. Когда выходим, вот так держим, чтобы хоть дети 5 минут поиграли. Из 80 домов в 60 выгребные ямы. У некоторых стоят лосы. И хотя хозяева имеют договоры со санизаторами, видимо, периодически случаются сбросы стоков, что называется, за рельеф. За такое нарушение дома по закону обязаны отрезать от воды. Но тут вопрос осложняется тем, что старая система водовода не позволяет отключить одного и оставить воду другим. Групповые абоненты, которые запитаны друг от друга. И, соответственно, исключается возможность прекращения водоснабжения данных объектов, что усложняет саму по себе ситуацию. И сегодня мы можем сказать, что только лишь подключение к централизованной системе канализования позволит нам устранить все те проблемы, которые имеются на данном участке. По поручению первого заместителя главы Сочи Могдина Чермита уже разработан проект строительства четырех участков самотечного канализационного коллектора по улице Пластунская и переулку Вертолетному. Протянуть линию длиной почти километра по просьбе властей взялся инвестор. Жителям надо только подвести трубы от коллектора к своим домам. Можно заказать эти работы специалистам, а можно и сделать это самому. Рассматриваются два варианта. Первый – это сейчас рассчитывается стоимость подключения усредненного жилого дома к строящейся уличной системе. И второе – что люди обращаются, водоканал получают ТУ, разрабатывают и утверждают рабочую документацию. На основании рабочей документации они выполняют строительно-монтажные работы, потом приходят и сдают водоканал, выполненные работы. После этой процедуры все получают договор на водоотведение. В среднем, как заявили специалисты, подключение к централизованной канализации обойдется в 60 тысяч рублей на дом. При этом строительство самого коллектора обходится в 9 миллионов рублей. Поэтому жителям выгодно решить свои вопросы за счет этого инвестпроекта. Ведь только штрафы за нарушение природно-охранного законодательства, а в некоторых случаях и уголовная ответственность, обойдется гораздо дороже. Начало строительства коллектора запланировано на середину августа. Завершить работы планируется в течение двух с половиной месяцев.